Деловое сообщество В связи с этим хочется вспомнить, с чего все началось, почему воздушные суда в подавляющей массе иностранного производства находятся у нас в зарубежном реестре. Действительно, регистрация самолетов в иностранном реестре была узаконена у нас в соответствии с рядом нормативных положений Международной конвенции гражданской авиации и КАО. В конце 90-х годов и эта возможность дала возможность российским авиакомпаниям начать эксплуатацию самолетов иностранного производства, сохраняя их в иностранном реестре и взять их в лизинг. Так, чтобы все условия эксплуатации были бы понятны с точки зрения как лизингодателя, так и производителя самолетов, то есть в соответствии с теми нормами, которые существуют именно в тех реестрах. Потому что на тот момент российский реестр обеспечить этих требований не мог. А сейчас может? То есть с точки зрения регулятора уже считается, что российский реестр вполне соответствует международным нормам. С точки зрения эксплуатантов периодически высказываются некоторые сомнения, действительно ли он соответствует или нет. Но кроме того, нужно ведь отметить, что реестр это не просто вот некая книга, в которой проведены некие записи. Это целая система обеспечения контроля над состоянием летной годности, которая производится в рамках вот этого введения реестра. И поэтому, как минимум, необходимо большое количество, на уровне многих десятков человек желательно, специалистов, которые умеют эту работу делать и которые обучены, которые прошли, допустим, стажировку где-то за рубежом и вполне могут ввести вот такой вот реестр. То есть в этом смысле, безусловно, на мой взгляд, российский реестр, он нуждается в некоторой доработке, именно как система. Даже Минтранс, который недавно, представители которого выступали на одном из наших профессиональных конференций, говорил о том, что помимо нормативной базы, которая непосредственно влияет на эксплуатацию техники, существует еще ряд аспектов, которые также затрагивают интересы эксплуатантов о введении или не введении машины в реестр. Один из этих вопросов – это законодательная база относительно движимого имущества и, соответственно, те аспекты, которые связаны с регистрацией в тех или иных реестрах этого имущества. Тут существуют также определенные проблемы, которые требуют решения. Насколько я понимаю, существует некий клубок вопросов, которые необходимо решить для того, чтобы всем было комфортно и оператору ввести самолет в реестр той или иной страны, но еще даже, может быть, более важно, лизингодатель или владелец самолета, а в большинстве случаев это западные компании, работающие под их юрисдицией, они тоже должны себя чувствовать комфортно для того, чтобы, так сказать, воздушное судно могло быть зарегистрировано в реестре той или иной страны. Вот, по крайней мере, до недавнего времени с российским реестром была именно такая ситуация, что поскольку иностранцы не понимали, по каким правилам эксплуатируется самолет и что именно там происходит, как правило, это приводило к снижению остаточной стоимости самолета, потому что необходимо его проводить довольно дорогостоящие работы, потому что проверить состояние большого количества агрегатов этого самолета. Ну, тогда давай ответим на, собственно говоря, очень простой, вытекающийся у этого вопрос. Если самолеты станут дороже на, так сказать, величину НДС для российских эксплуатаций, западные самолеты, то это решит проблему? То есть это реально подтолкнет российские авиакомпании и лизингодателей переводить машины в российский реестр или нет? На мой взгляд, это, ну, вероятно, будет, станет одним из факторов, который будет приниматься во внимание, но в любом случае, мне кажется, что не следовало бы относиться вот к этой инициативе, как к мере, которая вот позволит решить задачу, что вот сейчас вот такую, значит, норму введем, и после этого уже автоматом вся задача решена, и поэтому все эксплуатанты... Построятся в очередь. Построятся в очередь, радостно бросятся в российский реестр, потому что, в общем-то, и тут нужна такая, как это сказать, ну, сложная работа во многих направлениях, чтобы, то есть это решение системное, и поэтому не следовало бы впадать в такое заблуждение, что сложную машину, сложную проблему можно решить каким-то простым способом. То есть решить-то можно, только решение это будет неправильное.